Каждый вагон проходит через большой напор воды и крутящиеся щетки. В Самарском метрополитене продолжается генеральная уборка в рамках апрельского месячника по благоустройству. Повышенное внимание уделяется техническому и санитарному состоянию подвижных составов. Вагоны моют каждый день. На один поезд уходит около пяти кубов воды. Сначала состав очищают раствором со специальным средством, а затем моют водой. Потом поезд направляется в продувочное отделение, где на него подается сжатый воздух. Внутри вагона чистят все. Оборудование под сидениями, пол, потолки, стены, поручни, окна, подоконники, двери, диваны, плафоны системы освещения. Все контактные поверхности обрабатывают дезинфицирующими средствами. Дезинфекция входит, так скажем, в планово-предупредительные работы, и это продолжается на протяжении всего времени работы метрополитена с регулярностью прописанной нормативных документов. Сидения демонтируют, под ними убирают скопившуюся пыль, грязь и мусор. Фильтры вентиляционной системы также очищают и заменяют. Приводят в порядок и подвагонное оборудование. Его отмывают при помощи сильнодействующих химических средств и моечного аппарата высокого давления. Уборка запланирована на всех станциях метрополитена. Это касается входов, переходов и вестибюлей. Также следят за рециркуляторами, которые обеззараживают воздух. Сотрудники метрополитена каждый день заботятся о комфорте горожан. Их труды не остаются незамеченными. Всегда все достаточно чисто, в любое время вот таких особых нареканий нет. Следят в электродепо не только за поддержанием чистоты, но и за техническим состоянием поездов. Проводится комиссионный осмотр. Как правило, крупных неполадок не выявляем. Какие-то мелкие недостатки, то в процессе комиссионного осмотра это сразу устраняется. Текущий ремонт выполняется прямо в депо. А капремонт проводится только в заводских условиях. Модернизации ждут 18 вагонов. На контроле находится состояние всего комплекса зданий. Устройств и служебно-технических помещений. В апреле проведут комплексное обследование всех объектов метрополитена. В случае обнаружения дефектов или коррозии сформируется план работ по их устранению. Елизавета Прокопенкова, Николай Сидоров. События.